всем доброго времени суток банда ну вот и настал самый волнующий момент в нашем грубо говоря марафоне и теперь осталось у нас уже вскрыть сам корпус данного твина 15 года с в 6000 пиджи так что мы наблюдаем наблюдаем в первую очередь стопор обратного хода она же там муфта обгона там и роликовый подшипник видим он у нас здесь находится вот уже в таком вот пластиковым сверху корпусе до и прижимает этот корпус такой вот пыльник соответствующий да ну вот мы давайте его помаленьку будем демонтировать данный момент это у нас все-таки саморезы видим что здесь даже на саморезах есть резиновые кольчики они у нас соответственно выполняет уплотнительную роль снимаем сверху пластиковый кожух можем наблюдать вот такой вот пыльник пыльник у нас выполнен почти как сальник но еще не совсем внутри металлическая основа и сверху наваренная резина то есть пока до сальника до полноценного он не дотягивает соответственно нижнее уплотнительное кольцо да которая у нас взаимодействовала с корпусом видим есть такое место под него специально в корпусе вода чтобы у нас данный узел как можно больше вернее как бы чтобы в данный узел как можно меньше попадала агрессивной среды и промазано это все такой липкой влагостойкой смазкой вот видим вот такой тормозной барабан вот сейчас прям так на скидку не скажу и достать сравнить вам допустим с твином предыдущих лет я вам тоже прям так не могу но мне кажется что тормозной барабан выглядит поменьше могу ошибаться прям так на вскидку сам же стопор обратного хода достаточно мощный видим такие вот достаточно большие ролики посмотрим посмотрим как они у нас подпружинены вполне вполне неплохо вполне себе достаточно все мощно и надежно для данного типа катушки так остается снят подтормаживатель ротора и у нас будет доступ к винтам которые держат корпус легким движением руки так уважаемая банда что хочется отметить да что здесь у нас применено такое решение что хоть и здесь не весь корпус у нас от вина металлический да мы видим что здесь грубо говоря пластик да ну и несущая она металлическая крышка которая является как бы основой корпуса на пластиковая но винты закручиваются не как обычно раньше на семейство шаманах на саморезах а наоборот в сторону металла да то есть именно чтобы было хорошее резьбовое соединение до раньше у твинов 9 года была у всех практически снове такая вот болезнь посадочном месте подшипник болтался здесь видно конечно по смазке что она гуляет да но здесь прям ну еще более менее нормально не так сильно видим что фирма шумана уточняется до производим плавное вскрытие видим вот такой вот достаточно основную несущую до металлическую коренной подшипник у нас держится посадочном месте тремя винтами вот так же здесь видим как и на стеле 13 стоит вот такой манжет пыльник до который предотвращает попадение воды вот и видим саму главную пару так трамплин снимаем чтоб он нам не мешался также уже опять же применена вот такая вот конструкция резиновых резиновой прокладки до по всему периметру корпуса которая у нас попадает как бы будет предотвращать попадание агрессивной среды всем думаю интересно на нее будет посмотреть вот видно что в данной серии катушек сейчас мы уберем регулировочная шайба чтоб она у нас не упала здесь уже нету такого металлического фланца где там на шести винтах прикручиваться пара здесь просто основная стальная ось до станисленной в ней резьбовым соединением и сверху просто на прессована пара вот в принципе как и в обычных старых добрых катушках катушек шимана вот ну и давайте попробуем сравнить это с парой от вина девятого года вот так выглядит парах от вина девятого года здесь пара мы видим чуточку потолше да соответственно зуб мне кажется один и тот же вот в принципе сказать что пара но от вина на хуже в принципе как бы некорректно потому что высота толщина зуба такая же и как бы пара сама увидим потолше да но нету такого вот фланца в принципе не могу ничего однозначно сказать хорошо это или плохо да это нужно проверять уже там на каких-то там определенных нагрузках создавать какой-то стенд крутить такой пары и такой и смотреть сможет ли вот эта пара провернуться на стальной оси то есть здесь здесь и понятно почему толщину пару делали толще до чтобы она как бы вот на прессована на стальной оси держалась лучше да то есть понятно что они пытались компенсировать этим вот не пара конечно меньше будет гулять деформировать однозначно вот ну я думаю что свернуть ее с этой оси но то не знаю что нужно исполнять вот навряд ли но хотя при каких-то определенных моментов и от старости металл у нас сами понимаете может гулять да и может быть имеет место быть но я на шаманах на обычных не видел вот хотя тут морская катушка создана совсем для других целей ну не могу точно сказать ну вот думайте сами решайте сами кстати подшипника 10 стоит меньшего размера чем на твине девятого года коренной вторичной шестерни и можно сравнить с шестерней вторичной шестерни твином девятого года вот в принципе в принципе одно и то же пальто практически также имея хвостовики подшипник здесь вот у нас со смазкой не пожалели смазки грубо говоря достаточно так снимаем ты крышку которая у нас закрывает направляющую и удерживает хвостовик бесконечного винта снимаем направляющие направляющие мы видим сидят на уплотнительных резинках чтобы они там не болтали и не стучали вот вторая направляющая сделано по такому же принципу вынимаем сам шток соединение все в норме но все равно пересадим на более свежий резьбовой фиксатор видим теперь в хвостовике бесконечного винта вот такую вот втулку втулка у нас сидит на такому демпфер нам кольце да то есть ну в нем есть демпфер на кольцо чтобы смягчала все как бы сказать вибрации этого бесконечного винта и сделан вот такой вот у нее хвостовичок на который одеваются регулировочные шайбы вот такое вот решение все это опять мы видим попытки фирмы шимана чтобы убрать вот эти вот стуки тяжелые шпули когда бесконечник меняет дорожки то есть шток оказываться верхней и нижней мертвой точке убрать вот эти вот ощущение стука да это конечно у них беда видим он такой вот бесконечный винт такая поразвитная шестерня вернее шестерня привода бесконечного винта очень похоже на твин от вина девятого года подшипник хвостовика и вынимаем вторую втулку бесконечника она совершенно такая же как и на твине девятого года второй коренной подшипник ведущего ведущей шестерни также у нас поджат в корпусе двумя винтами вот и вот в принципе вся такая хитрая конструкция все сделано обычно и надежно в стиле шимана и лучших традициях twin power своих соответствующих лет здесь тоже все стандартно применена обычная втулка рек шайбы обычный бегунок тут фирма шимана не стала предпринимать никаких действий как 18 стиле да но они предпринимали свои решения именно по бесконечному вот но мы видим что 18 ст и для этого решения такого нету чтобы они делали такую втулку хвостовики бесконечника да вот а именно приняли в этом месте это говорит о том что сначала инженеры шимана не толком не представляли откуда именно происходит вот этот шум грубо говоря да этот стук шум и грубо говоря они были еще в процессе всего происходящего вот ну что уважаемые зрители посмотрели мы устройство 15 twin power до св 6000 pg сравнили главную пару с твином девятого года морского твина да так что вот сами решайте думайте сами иметь или не иметь ну что могу сказать уважаемые зрители все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч